Сейчас бы я хотела поговорить о тех базах, фундаменте, который вам нужно будет использовать в своей деятельности, чтобы воспользоваться возможностью менять. Один из важных пунктов, который будет дополнительно для вас козырем, это обязательно пройти тренинг ЛСМ. Именно этот тренинг ЛСМ поможет вам открыть ваше сознание как можно шире. Есть люди, которые этот тренинг уже прошли в этом зале? Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Вы согласны то, что говорит, да, Жан-Марин? Те, кто были на тренинге. Мы очень много учимся, мы открываем наше сознание и мы начинаем верить в то, что да, я хочу и могу изменить свою жизнь. Поэтому следующий тренинг, который компания Никен будет организовывать, я рекомендую вам сделать эту инвестицию в себя. Это одна из лучших инвестиций, которые вы можете сделать в себя. Вы не получите ни один день, и вы выгодите всю свою жизнь от этих экстраординарных дней. И вы будете об этом помнить очень долго. И вы не пожалеете ни секунду, что вы были на этом тренинге. Я думаю, что те, кто были, поддерживают то, что я говорю. Я думаю, что все понимают, что для того, чтобы достичь успеха, очень важно идти по определенному пути, путь который уже проложен и не сворачиваясь в него. Поэтому мы будем обучать себе. Это может быть проблема, потому что у нас есть консервы по поводу наших спонсоров. И нужно понимать, что на этом пути, к успеху, мы обучаемся сами. И возможно, это самое сложное, потому что многие не готовы обучаться. Мы иногда советуют, рекомендуют, но очень редко мы осознаем, что мы сами являемся своими начальниками. И нам нужно самим себя дисциплинировать. Это не легко, я знаю. Я знаю, что это не очень легко. Поэтому мы иногда даем, например, небольшие предложения о литературе. Мы иногда понимаем, что нам нужно читать грамотную литературу, позитивную литературу, создательную для нашего сознания. И нам нужно знать, что происходит в этой сфере. Нужно смотреть видео, аудиодиски. Нам нужно погружение в сферу. Вы знаете, например, хирург, любой специалист высокого уровня, он находится в постоянном процессе повышения квалификации, потому что его профессия, будучи наукой, постоянно развивается. Человек, который занимается политикой, занимается политикой серьезно, он находится в постоянном погружении, нужно знать все, что происходит. Чтобы быть компетентным, правда? Кстати, если у вас бывает возможность с такими людьми знакомиться, вы увидите, что они настолько погружены в свою профессию, что они об этом говорят даже вне работы. Они все время находятся внутри своей профессии. Они поэтому, наверное, и компетентные, и качественные специалисты. Так вот этот момент погружения необходим и нам в этом бизнесе. Мы должны жить и дышать пониманием этого бизнеса. Мы должны жить и дышать пониманием этого бизнеса. Вам нужно понимать смысл этих действий и эта определенная философия. Это очень важно. Это очень важно. Это очень важно. Это принцип, который наверняка в теории все знают, что то, что я даю, я и получаю. Итак, наша активность будет очень важна относительно всех людей в этой области, кто в нашей группе, кто в нашей группе, кто в нашей группе, кто в нашей группе. Наше отношение, наше отношение с людьми и к людям будет иметь большое значение в нашей работе. Будет ли этот разговор идти о нашей личной ветке, сверху или внизу, или будет идти речь о параллельных ветках или о дирекции компании и так далее. Нам нужно выстраивать манеру поведения. Нам нужно выстраивать манеру поведения. Но фундаментальные вещи по этому бизнесу вы знаете. Вы знаете, что для того, чтобы построить организацию, нужно проконтактировать и представить эту возможность большому количеству людей. И это будет ваша первая форма деятельности на построение, которая будет длиться какое-то количество времени. Потом, когда вы команду набрали, ваша форма деятельности поменяется. Вы знаете, я вам скажу откровенно, я сам лично не успеваю устать от этой работы, от этой деятельности. Потому что у меня возникает ощущение, что за тех трассов, которые работают в компании Niken, я, наверное, раз пять или шесть поменял профессию. Когда, например, я работал в страховом бизнесе семь лет, у меня через пару-тройку лет восстановил ощущение полной усталости и неинтереса к тому, что я делаю, потому что мне казалось, что я уже все этапы прошел. Первый этап, который мы выполняем с вами, это как построение дома. Мы закладываем фундамент. Что такое фундамент? Конкретно в нашей стране?